Ну нахрена ты ретушировал? Это вообще, блин, телефонная фотка. Ну просто наращи-то. С Полинсиагой, ты все равно прекрасен. Я про Гуччи вообще молчу. Дай мне мобильник, и я буду прикалываться. Ну так, колхозненько, в общем. Но мы будем делать это! Главные тренды фотографии 2024 год. Такое название. Конечно, немножко кликбейт, но с другой стороны, с другой стороны... В общем-то, так оно и называется. Что такое тренд? Мы посмотрим огромное количество фотографий, конкретно на них, не общими словами, а прямо потыкаем пальчиками, обсудим, как проявляются эти тренды, как они выглядят, и что вы можете сделать. То есть тренд — это наличие какого-то четко заметного сдвига. Когда с каждым годом, с каждым этим происходит сдвиг в одну сторону. То есть становится больше, больше, больше чего-то. Или там меньше. Это называют трендом. Есть очень часто путают и валят в одну кучу, то вот определение, которое, скорее, надо говорить, как хайп, то есть какой-то сиюминутной моды, как, например, Барби. И вот все бросаются сделать фотосессию в розовом, или выйти разочек публику в розовом. Но это не тренд. Это не надо путать. Ну или если говорить тренд, это очень короткий тренд, который настолько короток, просто это яркая вспышка. Это называется хайп. Если какой-то очень вот такой вот тренд, прям короткий, типа Барби, это не тренд. У тренда есть две коннотации очень четко. То есть бывает его используют в позитивном смысле, это слово, а бывает используют в негативном. Отделяйся не будь, как все. Ну хорошая идея, но очень непростая. Тренд на красивое, умное, классное, необычное всегда будет. Я абсолютно согласен, но проблема в том, что красивое, умное, классное, необычное надо еще придумать, создать, и это не всегда просто. Вот. Вы должны формировать тренды. Прекрасная фраза. Это все это я, в принципе, в свое время рассказывал на тему трендов и говорил, да, но тоже есть сложность с реализацией, и не гонитесь за сиюминутным. Ну вот здесь абсолютно согласен. Есть Барби, а есть Опенгеймер. Есть сиюминутные тренды, за ними гнаться смысла никого нет. Только если ты уже крутой чувак, и можешь просто по приколу. А вот это аргументация за тренды, и она тоже логична, но тоже с вами но. Во-первых, все-таки тренды существуют. Как ни крути, то их нельзя отрицать. Да, и сдвиги общества существуют. Иногда сдвиги в обществе настолько тектонически мощные, что сопротивляться с ними уже просто глупо. Ну как вот не стой на дороге у поезда, да, там, или трамвая. Вот. Дальше. Не все тренды сиюминутные. Есть тренды, которые с нами десятилетий больше, и развиваются они очень долго, и хорошие тренды, они десятилетиями, двадцатилетиями могут развиваться, да, пока не случится каких-то прям существенных перемен и резких поворотов в обществе. Дальше. Не все тренды плохие. Ну вот я привел пример. Тренд на здоровый, например, образ жизни там, или еще что-то, да. Не все тренды плохие. Абсолютно точно. Ну и самое здесь интересное тот факт, что тренды все-таки могут дать тебе пользу. Это те слова, которые будут актуальны в ближайшее время. Не самое короткое. То есть еще много лет, да. Еще вот лет пять можно будет эксплуатировать этих схакунов, а потом уже лошадь сдохнет, и унесите новую, принесите. Но пока это будет работать, да. То есть натуральность. Сейчас мы обсудим на примерах и поговорим, что это такое. Потому что, конечно, все эти слова нужно проиллюстрировать примерами и хорошо определить. Потому что вопрос не только в том, чтобы делать вот это в своих фотографиях, но и в том, чтобы делать это красиво и хорошо, да. Новая искренность и новая правда. И я скажу сегодня, что это такое. Это немножко разное, кстати. Новая правда, наверное, пожестче такой вариант, а новая искренность помягче и поромантичней. Дальше будет романтизм. Да, и романтизм это тренд. А что такое романтизм? Романтизм ведь это... Романтизация это когда идея, когда какая-то правда, в которую человек верит, она делается красивой. То есть романтизация это как раз придание красивой формы правильным идеям. Ну, с точки зрения, да. То есть вот есть какая-то правильная философия, и ее надо нужно отдать и подать ей красивую форму. Вот. И романтизм, гуманизм это в целом любовь к человеку и каким-то простым вещам, и понимание других людей, эмпатия. Гуманизма сейчас очень не хватает. Это эпоху такого зверского гламура, когда все идеализировалось, и людям очень тяжело было соответствовать вот этим навязанным мощным стандартам, да. То есть ты должен быть идеален во всем, да. И это не гуман. Большую роль получит гуманизм. Мы сейчас живем в очень тяжелый период. Сейчас начинаются войны, много страданий, много проблем. И как никогда люди будут ценить гуманизм, потому что им просто в жизни, у них много проблем, им не хватает эмпатии, какого-то прибежища, какого-то надежного уголка. И если ваше творчество будет таким уголком эмпатии, понимания и добра, то туда будут, в принципе, идти, к этому будут тянуться. Дальше метафизика и глубина. Вот, ну, если кто не знает термин метафизика, то потом, пожалуйста, у меня есть про метафизику большой стрим. Все разжевал, все показал, объяснил с примерами. Тоже сходите, посмотрите. Метафизика сейчас, конечно, в тренде, и она работает, ее становится все больше и больше в работах. И глубина – это вот то, о чем говорили, что какой-то смысл, наличие философии, наличие смысла второго дна, не просто вот картинки ради картинок, каких-то ощущений, может быть, глубоких, может, невербальных, тогда метафизика. Но вот это все ценится. Вот. Вот это можете заскриншотить. Это тренды действительно 24-го года, которые стоит изучать, стоит пробовать, стоит добавлять в свою фотографию. Как это делают? Как это выглядит? Что это такое? Вот. Потому что делать это надо хорошо и классно. Не просто кое-как. Ну, начнем с того, что плохо, конечно, как всегда. Ну, во-первых, вот такое уже началось считаться плохим. Вот здесь даже удивительно, да, это пример вот ретуши, и это мучает, и прямо парадокс заключается в том, что правая картинка, она красивее. Вполне достойно. Можно было лучше по свету и по экспозиции. Да, у нее есть красненькое пятнышко здесь на коже, но это же настоящее, натуральное. Ну, в принципе, здесь это хороший портрет, это красиво. То есть зачем было превращать это вот в левую мазню, я не понимаю. Вот здесь вот смотрите, какой интересный момент. Слева тоже как-то болезненно все это. Ну, надо же просто прибрать красный там, чуть-чуть не так контрастно сделать. Вот, может быть, снять оптику немного, не так закручивать диафрагму, чтобы, или помягче насадку, чтобы не было вот каждой поры. Будет хорошо. Как справа точно плохо. Вот. Но в итоге получается так, что снимают как слева, и потом обрабатывают как справа. А вот очень интересный пример. Справа ретушь, слева нет. И, в принципе, лучше было левую взять, мне кажется. Как ни странно. То есть не надо там. То есть тот случай, когда не нужно. В действительности, весь интернет забит такими картинками. Весь. Абсолютно. Вот здесь вот даже стоит вопрос, ну нахрена ты ретушировал? Ну так левая картинка, она нормальная. На чем дальше это делать? Или вот, например, тоже. Вот есть девушка, да, ее не очень, не идеально ее сняли. Там низкий свет, вот эти вот мешочки под глазами и так далее. Но в итоге, вместо того, чтобы брать косяки освещения и съемки, что сделали? Ее превратили в кого? То есть ты потом, ну ты, блин, с ней встречаться пойдешь по этой фотке, ты же на улице не узнаешь. Тут спец... Ее типа решили сделать покраснеть. Такого тоже очень много. Полный, посмотрите, полная авито там рекламирует ретушеры себя. Там жесть. То есть они очень часто делают хуже, чем надо человек. Вот. Там полно такого прям предложений. Вот. Да, есть вот такие истории. Но тоже согласитесь, что тот факт, что вот у девушки справа есть проблемы с кожей. Во-первых, конечно, нужно их замазать гримом при съемке. Если уж ей нужно сниматься с такими проблемами, то замазать нужно гримом. Просто наложить тональный грим будет гораздо лучше. Это раз. Во-вторых, можно снять соответствующим образом. То есть использовать мягкий свет, насадки и так далее. Да, грим плюс свет. То есть визажист плюс свет решает эту проблему. Но вместо этого делается, что опять делается мыло. Просто жуткое мыло абсолютно. Давайте посмотрим для начала Vogue. Вот полистаем журнальчики. Я сейчас взял самый новый Vogue. Буквально пару дней назад вышел итальянский Vogue. Это октябрь. И я просто такой... О! То есть я два дня назад он появился. Я его открыл. Вот. Смотрите, ей специально сбацали такой весьма агрессивный мейк и никак это не скрывали. Интересно, а в правом кадре она еще и размыта в движении. То есть, вот она двигает. Видите, размыта немножко. Размыта съемка. Очень пленочное ощущение. Это практически зерно. Я почти уверен, что, скорее всего, это дубанули на пленку. Даже если на пленку, то я сделаю так. Да, и сделали даже акцент на шею, которую у нее... Ну, не стали шею ей закрывать и так далее. Смотрите, это реклама бренда. Это даже не съемка, это реклама. То есть, бренд снял себе рекламу. То есть, смотрите, супер мягкая картинка. Да, удачная модель, удачный свет, но здесь ничего особо не ретушировали. Оставили у нее какие-то нюансы на коже. Вот. Очень мягко. Нет вот этой пережаренности, переконтращенности. Все очень просто. Это конкретно реклама ювелирки, если вам интересно. Но я думаю, это понятно. Посмотрите, как это сделано. То есть, я не про то, что надо только старушек так снимать. Но вообще вот, то есть, реклама, как сейчас пошла, это реклама брендов. Нерезкость, пленочное зерно, очень такой баланс белого, специфический, тени достаточно грязные, рваные на лице. Очень простой подход. Это просто ковровое покрытие, да, на нем девушка и свет, абсолютно офисный свет. То есть, здесь, я подскажу, здесь не было такого вот, прямо вот, правильного освещения, выставлено, сделали очень по-офисному, да. Тоже, смотрите, слева, может быть, там что-то и подретушировали, но, когда ты вглядываешься в эту кожу, ты видишь там и морщинки, и вот над губой у нее, я сейчас про левую девушку, у нее над губой точечка, у нее здесь родинка, у нее складочки вокруг губ, которые обычно убирают, складочки у глаз. Посмотрите, на руках тоже волосы, там еще какие-то нюансы. У нас это все на шее, посмотрите, есть еле заметные складочки. То есть, это вот такая натуральность, это не то, что должно быть некрасиво, но это натурально. Черно-белая картинка справа тоже, тут цвет, но посмотрите, тоже есть и поры, и вот это вот все, то есть, никто это не убирал, это аккуратно, в меру, там даже волосики на подбородке, вон, видны. Вот, да. Здесь за счет хорошего света и съемки, это сделано за счет макияжа, но нет какой-то адской вот желания отретушировать. Видите, тоже есть на коже несовершенство, какие-то точечки, какие-то бугорки, они все остаются. Смотрите, тоже два бренда, Versace и Givenchy. Versace это вообще, блин, телефонная фотка, ну просто наращи-то. И по свету на них такое, и по ракурсу чуть заваленному, то есть, это специально косили а-ля телефон. В общем, так, наверное, и сняли. Вот. Справа Givenchy, чуть поровнее, но тоже, посмотрите, теньки разные, то есть, никто не старался, не прибирал эти тени, не прибирал у нее на глазах мешочки под глазами, особенно с одной стороны, вот носогубная складка. Вот, тоже такая, вот раньше такого не было, да, 10 лет назад в Vogue это бы все прибрали. Вот, смотрите, тоже, естественно, теньки такие, вот все у нее на коже там есть. Причем, смотрите, я сейчас вам показываю практически без купюр, то есть, я показываю почти всю рекламу, которая была в журнале. Это я вам к тому, что я хочу именно доказать, не просто по отдельности, да, обсудить картинки отдельно выбранные, но я показываю, что в целом все такое уже, вообще все. Здесь тоже, вот, смотришь сперва, думаешь, ну, может, ретушь, но начинаешь рассматривать детали, да, вот тоже, складочки под глазами, точечки какие-то, нюансы, то есть, очень натуральнее все стало, вот, вокруг рта тоже, вот, очень так похоже на именно, вот, что пленочку с минимальным в этом, ну, я про гучи вообще молчу, гучи тоже опять а-ля мобильный телефон, посмотрите, как это все мягко, естественно, при этом красиво, если здесь вспышечкой подсветили, или солнцем, я не знаю, ну, тоже посмотрите, такое вполне естественно, хотя и прикольно, вот, вот здесь вообще свет от кепки, блин, я тоже, я смотрю на это и думаю, я бы, вот, вот это, блин, я бы ученика на первом курсе не принял бы, просто, я бы переделать свет на лице, но только если в драматичную тему, в Рембрандте, ну, вот здесь такую драму сделали, и вот опачки, а тут старые фотки евангелисты, тут про нее все написали в Оге, и я начал смотреть, и понимаю, что и там тоже, это вот 90-е годы, там тоже было натуральнее и спокойнее, вот, не парились тень от носа, это, это снимали на плену, особо не ретушировали, то есть было как-то натуральнее гораздо, да, наряды интересные, модель крутая, эмоции, больше брали эмоциями, какими-то, такая, сам себе на уме, то есть она корчила рожи, она там очень даже вольно, это все и прикольно, официально показываю лицо поближе, то есть вот теньки, помятость, ничего не убрано, очень натурально снято, при этом красивая девушка, красивое зеркало, старинное, красивая сумка, и красивая, конечно, одежда, и тоже все очень естественно и мягко, опять же слева смотрите, под шапкой никто не стал даже со светом париться, раньше парились хотя бы со светом, сейчас так очень натурально, нарочито, как телефонно, справа тоже видно такая история, вот, а есть и такие, то есть видите, ну вот мы с вами же смотрим журнал, я специально практически всю рекламу зафотографировал, чтобы мы видели баланс, но есть и такое, но это бьюти, здесь конечно, ну типа идеальная кожа, она юна, ну средства косметики, но даже бьюти, если трогать, не все уже давно стало таким, фильтр, да, или софт фокус, пленочка, посмотрите, вот целая серия с девочками, абсолютно натурально, вообще никакой ретуши, вмешательств, ничего, потом посмотрите вблизи на лица, там прям все, ну натурально там все, вот натуральненько так, со всеми нюансами, и как бы, и вот и все, что есть, и даже вот в плане освещения, здесь такое, здесь такое, здесь цветовой каст, ну и хорошо, никто не убирает, все мягко это делают, посмотрите, даже бьюти, раздел изменился, раньше бьюти, это было именно крупные головы, супер идеальные, ретушированные, хорошо сделанные, а теперь смотрите, у нее реально настоящая кожа, в том числе с проблемами, видите, на ней точечки, вот она носит какое-то средство, то есть прям вот такая подача, очень натуральная, ну то есть да, вот смотрите, у нее такая кожа, там есть такие особенности, прыщички небольшие, или вот здесь вот украшение реклама, и просто у девушки лицо не фокус, чуть-чуть оставили как есть, никто вообще не парился, но это специальный такой подход, для такого кадра достаточно просто снять сразу кадр, и все, но нужна хорошая, красивая азиатка, в хорошем платье, да, это да, никто не отлицает, это очень хорошее кадрирование, кстати, это неплохое, здесь грамотное кадрирование, это опять вот такие школьные стереотипы, вот так можно кадрировать, так нельзя, в действительности приходите ко мне учиться на курс фотография главное, я там очень хорошо рассказываю подробности про съемку человека, позирование человека, кадрирование человека, в действительности вот эти правила, здесь можно кадрировать, а здесь нельзя, они неправильные, То есть там есть понимание, где можно, где нельзя, и это зависит не от того конкретного места на руке или ноге, а это более зависит от ситуации, позы, это немножко сложнее. Везде почти можно обрезать, можно красиво обрезать даже по суставу, но при определенных условиях. Вот. А когда просто слепо, типа, ну вот не режь, чтобы на всякий случай не было греха, ну это как бы, вот. Есть и все-таки гламурчик, вот такой подгламуренный гламурчик, но тоже, кстати, он стал немножко менее, не знаю, как объяснить, он перестал быть таким прям ярким, разноцветным, как был раньше. Вот здесь тоже мягко, то есть тут есть немножко, вот тут точно есть ретач, чутка, я вижу, да, но при этом все равно здесь такое зернышко, здесь так все мягенько, спокойненько, нет, не как-то без, а здесь вот смотрите, Dior тоже, очень естественно, очень спокойные цвета, очень такой свет естественный, да, здесь, конечно, может и в студии бахнули, но такой же и на улице, может быть, если сзади, вот сбоку солнце фигачит и стенка белая. Здесь эмоция, да, она такая, ну, настоящая, естественно, не идеальная, не это, а вот смотрите, бьюти раздел тоже, раньше какое бьюти было, да, что у нас в России понимают под съемками бьюти, сейчас давайте проверим, да, я прям напишу, бьюти фотография, в России бьюти фотосессия это что-то вот такое, вот, смотрите, да, вот, вот это голова, много ретуши, какие-нибудь безумные, очень, кстати, неудачные, некрасивые, вот, макияж тут такой, ну, типа, с претензией на арт, ну, так, колхозненько, в общем, вот, вот это бьюти фотосессия, типа, в российском понимании, да, ну, вот, в лучшем случае вот так, а вот это вот сейчас бьюти, какой мировой, смотрите, как забавно, тут естественно, органично, хотя есть тут и мейк какой-то, и сделали ей блестящую кожу, это очень интересно, ну, вот, зиндая, да, ее тут отфигачили, ну, здесь понятно, это зиндая, ланком, они вот, немножко отстоит, слишком официально, надо, чтобы все было идеально, вот, ну, кстати, интересная идея, здесь зато есть идея, да, то, что она, как бы, продолжает статую крылом, опять, очень супер реалистичный, просто, мягенько, Баленсиага, посмотрите, тоже, натуральность, они не парились со светом, то есть, тот доступный свет, который был в помещениях, но это очень крутые образы, крутые модели, и посмотрите, насколько, ну, разные модели, разнообразные люди, то есть, и красиво упакованы, поданные люди, то есть, не надо быть супермоделью, ты можешь быть в возрасте, там, с неидеальной фигурой и так далее, но здесь такой намек, в принципе, об этом и говорится, что с Баленсиагой ты все равно прекрасен, Баленсиага, чем хороша, тем, что в Воге-то это сейчас началось, вот это все, вот это, это свежая история, там, три года назад еще этого было меньше гораздо, да, как бы, а Баленсиага уже лет 15 так делает, делала, делает и продолжит делать, вот продолжение с этой девушкой, посмотрите, да, тоже как тут все, Еще очень интересная фотосессия вышла Панк, как раз, я как угадал, то есть, смотрите, как я угадываю, я сделал стрим про Панк, вот она, вот она вышла с Панком, и тоже очень интересно, они сделали такие кросс-пленочные цвета, но там, это как, снято как на пленку, еще сокрошены цвета, да, то есть, цвета они сделали неестественные, Но это прям видно, вот, нет никакой ретуши, прям видно крутые образы, крутые девахи, очень крутой макияж, вот это у них все на лице нарисовано, смотрите внимательно, цветные штуки такие, как шрамы, вот, вот какие-то, то есть, мейк прям сделан клевый, вот, и это все очень прям пленочно, там, зернишко прям в нерезкости, зернецо, ну, то есть, прям такой вот, Вот, неважно, снимали это на цифру или на пленку, ну, у меня есть подтверждение, что это все снимали на цифру, но, по неким моментам нюансным, но это очень стилизовано именно в такой аналог и в натуральности, никто, вот, даже вот мешки под глазами, теньки никто не ретушировал тоже, он, мужик-велосипедист, он даже разваливается на зерно, видно, где двигается, вот, это про Панк, да, вот, и смотрите, как интересно, здесь все сделано именно мейком, то есть, это нарисовано, и вот это, в отличие от Тау Бьюти, Это стильный мейк, он красивый, вот, в отличие от вот этого, то есть, вопрос во вкусе, да, может, здесь даже дольше трудились, вот это вот, рисовали дольше вот эту хрень, но это хрень, а вот это круто, это вкус Теперь самая интересная сфотосессия, как раз, как он в чатике в одном читал, как ее засирали, типа, вот, как раз фотографы, фотографы-любители, которые, типа, считают, что, да, мы фотографы-любители, но мы снимаем, типа, круто и все понимаем И вот они засирали эту фотосессию, это Уинслит, снятая Лейбовец Засрали там все, ноги порезаны, значит, здесь вот тени на лице, рефлексы, свет какой-то Вот здесь вот у нее, видите, зеленый на коже отцвета от пальто и травы, как так не убрано У нее тут туфли порезаны, крайм кадром, хотя, кстати, интересный факт, что в журнале в одном влоге она вышла с порезанными туфлями И эта же фотка в другом влоге вышла с непорезанными Поэтому в интернете есть разные вариации, вот, но они очень долго там обсуждали эти порезанные туфли Прада Смотрите, здесь все в такая реалистичность, это, это, кстати, у нее рефлекс вон лежит на этом Это про съемки, точнее, роликорд, вот, да, как раз роликорд Вот, про съемки фильма, и там такие естественные локации, они там достаточно исторически воспринимают Она играет здесь роль женщины, и вот ее достаточно исторически точно воспроизводили всю эту историю И вот Любовь это сняла очень просто, но красиво, но это красиво Тоже все органично, очень лудмонийно, вне времени Обратите внимание, в ванной, как интересно сделано На героиню свет выставлен, то есть вот на ней есть пятно света, потому что ее как бы снимают Вот стоит на штативе вот этот фотоаппарат Вот у нее, посмотрите, обувь она сняла с грязью, она пришла только с леса, да А остальные персонажи, которые как бы работают на съемках этого фильма Там, вот, не знаю, режиссер, оператор, помощники какие-то А еще у нее там портрет, он с Гитлером в ванной стоит, смотрите, интересно, не знаю еще Остальные, они как бы в таком естественном свете, то есть они не герои Или вот, но это вообще тут Вот это точно, дай мне мобильник, и я буду прикалываться На какой мобильник это сняли? У человека явно даже не один с айфона, а что-то пораньше Сейчас получше Абсолютно получше Есть, конечно, и такое, но здесь-то даже здесь ретуши стало меньше Даже вот в таком хотя, понятно, но это под живопись закос, тут все понятно Вот это вот Диор делает, и все равно даже тут я вижу меньше ретуши Тут тоже под пленку черно-белую, под былое, да Тут имеется вайнхаус, конечно, как прообраз этого Есть, конечно, и такой более старорежимный Тут вот подретушировано, правильненько все Вот тут еще как раньше было, да Но здесь на чем, чего выезжают? За счет моделей разнообразия Есть, конечно, вот, привет Паула Раверси, импрессионизм классический Он тоже остается ему своя ниша, да, какая-то Ну, импрессионизм это не реализм, это другое Но он тоже такой честный, не ретушированный Да, тут ретушируют длинными выдержками, смазом, нерезкостью, мультиэкспозицией, смешением света постоянного импульса Вот это все делает свою ретуширующую работу, но это настоящее, это все-таки не вранье, да В каком-то смысле, не компьютеры нарисованы Вот, Дольче Габан, ну, тут ничего не скажешь Ну, это не киса в нашем понимании, но это такая итальянская киса Итальянская такая путана Ну, это они специально так провоцируют, специально, они выделяются Вот это вот как раз тот случай, когда товарищи такие Да, мы знаем про тренд на естественную красоту, но мы будем делать это! Ну, это Дольче Габан, это же Габана там Больше золота, больше красного блестящего Вот тоже, кстати, в этом есть прикол, и в этом есть какая-то натуральность Она несовершенна, у нее несовершенная поза Это похоже на такое домашнюю эротику такую в каком-то смысле Полиформ, дорогая мебель, смотрите, что себе позволяет Размытый диван Очень дорогие диваны, полтора миллиона рублей и два Вот, девушка тоже, посмотрите, у нее складки на лице У нее пол лица в тени, все очень естественно Олдмани, конечно, одежда Ну, тут все чувствуется и понятно, вполне становится, да Есть и такие товарищи, но они остались Вот у них есть ретушь, у них все четко, все хорошо, как было раньше Но одежда сама стала потише и поспокойнее Вот такое странное, сюрное тоже остается Но тоже стало оно более натуральным, менее ретушированным каким-то Но это прикол, же минимализм Вот даже есть такие кисоньки, но это кисоньки не русские, да Это не русский космо, это такие итальянские кисоньки Клево, что они вне времени Вот такая история прикольная Здесь тоже, кстати, достаточно натурально, по свету не парились, но здесь идея с лошадью хороша А вот Ринальди, она девушку выбрали, видите, здесь за счет модели Модель выбирают нетипичную, да, такую крупную, такую кровь с молоком Тут тоже такое спокойненько свет Вопрос, соответственно, есть ли авторы в классической мировой фотографии У которых надо учиться вот этой натуральной, естественной красоте То есть у меня говорят, как делать натуральную красоту, да, как ее делать Нужны хорошие ориентиры, которым нужно учиться Вы посмотрите подборочку, Лера как раз сделала На тему натуральности и всего этого Брюс Вебер Очень давно известный человек, который как раз исследовал стык Что исследовал Брюс Вебер? Стык красоты и естественности Это такой как раз натуральный гламур Сама квинтэссенция То есть вот смотрите, ощущение Да, у него очень красивые модели И он их очень красиво снимал Но все это глубоко натурально Это абсолютно не ретушировано Посмотрите, это известные люди Вы знаете все этих людей Посмотрите, что они у него не просто красивые Естественно красивые, такие простые И вот это у Брюса Вебера не отнять Он умеет сделать просто Вот здесь тоже Катька Она тут простая абсолютно Супер открытая, простая, минималистичная и классная И это здорово Это эмоционально Есть эмоциональный коннект с моделью Он чувствует эмоцию Он фотографирует, он очень чувствует эмоцию Вот именно кинестетически вот внутри То есть он чувствует пик эмоций в человеке Нажимает на кнопку Именно когда эмоция сфокусирована Она хорошо передается И вот Брюс Вебер, кстати Если бы он снимал свадьбы или love story Он бы просто гениально это делал Потому что такое чувство эмоций Все очень просто Господи, ну возьмите камеру Включите черно-белый режим Ничего не обрабатывайте потом Как я всегда и делаю Или цветное там, не важно Смотрите, это естественная красивая красота Она очень простая, но классная Но я не спорю Красивые люди в красивый момент С красивыми эмоциями и чувствами Хорошо построен кадр Хотя он простой Одежда клевая Все это здесь сделано Очень здорово Это тоже эмоции именно Да, улыбка Это, кстати, известная тоже модель Очень Филипп есть такой Messman Messman Don't mess with the messman Вот, смотрите Тут как все простенько Спокойно и натурально Тоже такой натуральность Прям натуральность бытия Немножко напоминает Слюсарева, да Как бы забавно Но здесь есть фэшн Модели, лица То есть вот Это тоже классный Очень момент такой Как игровой момент Мы здесь как кадр работаем Вот, посмотрите Такая естественная Красивая При этом здесь есть минимализм Есть какая-то атмосфера Вот этого странного дома На берегу моря Который мне времени и выпал Это очень круто И это здорово Ну, такая история Вот дома у моря Она просто потрясающая Ее как посмотришь Прям хочет Вот, интересно Популярный очень Jack Muse У них тоже Такой тренд Прямо На простоту Естественности Смотрите, как сделано То есть даже реклама Сейчас делается Так очень ненавязчиво Здесь как бы рифм Да, то есть Вот тут съемка А здесь уже как реклама Пошла И тот же дух Самый используется Карин Дэй Была такая девушка Она как раз взяла манеру Снимать моделей И как будто это подружки И это очень клево Тоже смотрите Фокус на эмоции На каких-то простых моментах Из жизни Ну, то есть Это именно контраст Да, может быть, конечно Такие картинки У многих есть И с отпуска В Советском Союзе Еще остались На пленку Но это, кстати, красиво При всем при этом Это улыбки Какие-то Такие моменты То есть Фокус именно На человечности Гуманизм И Это достаточно давно было В 90-е годы Еще практически Теперь очень интересный человек Это Смагина Марго Она наша знакомая с Лерой Она неоднократно Леру фотографировала Это очень хороший пример человека Который Сильно опережает Вот время Который снимает Такие естественные Картинки Классные На пленку Там и так далее Где именно Вот герои Естественные Вот тоже Вот натуральная красота Она ищет Экспериментирует Это очень артово И самое интересное Смагиной то Что она успешна То есть Она кучу брендов Современных Сделала компанию Именно в России Сейчас она приехала В Москву Она делает вот такие вещи Если я бы это Показывал без комментариев Да То бы сказали Ну что это за брак Что это за фигня Но это все Реальные Российские бренды Хорошие Заказывают Такие съемки Там и лукбуки И лайфстайлы И вот это Именно такая манера Которая сейчас модная То есть Это уже дошло До Есть куча Нормальных Продвинутых У нас фирм Которые осознают И делают Вот такие Для молодежи Больше Да с модой Это связано Но я про то Что есть заказ Вот на такое Оно прекрасно делается Оно интересно Это очень артово И Многие из этих брендов Вы знаете Ну то есть Ну они реально Уровня российского Как бы И посмотрите Да вот То есть Я про то Что Типа в России Это не надо Никому не надо Ну неправда Ну то есть Люди есть Которые построили Карьеру Фотографа Именно в таком Натуральной красоте Натуральном стиле Таком естественно В сторону Ителлера И так далее Ну арта такого Да как бы Вот И нормально Посмотрите Даже выбор модели Вот оценить То есть Просто человек Он виден Все это понимает Она понимает И влоги Смотрит арт Фотографию Там И она понимает Куда все идет И реализует Это все здесь Вот Бифри Например Знаете Такой бренд Она постоянно Для Бифри Снимает Ну то есть Это уровень Всероссийской сети Одежды Которая во всех Крупных Вот у нас В галерее Есть Бифри Например То есть Это в крупнейших Шоппинг-моллах Целая коллекция Одежды была С фотографиями Которые Смагина сделала Целая коллекция Даже одежды Продавалась Вот Такой стиль Это как бы Натурально Интересно Молодежно Как это говорят Смело Модно Молодежно Да Вот есть Даже Было худи У них У Бифри С Лерой Вот это вот Лера Вот такая работа И Было такое худи На которое пришита Фотка сзади Оно кстати Разошлось очень быстро Мы еле успели Себе купить Потому что Его раскупили Просто Просто хайп был какой-то То есть Мы не успели Забежать купить Потом добывали Там через какие-то Через связи Вот Вот такая история Питер Линберг Конечно же Здесь что Здесь естественно Красота женщины То есть Нет ретуши Не скрываются Морщины и кожи Наоборот Даже порой Утрируются И при этом Опять же Очень красивая Эстетика кадра И очень красивая Эмоция То есть Натуральная красота Есть обе компоненты Обе составляющих Это очень важно Как он хорош Даже Наталья Специально Свет такой Полуходящий Экспозиция вниз Чтобы кожа была Такой серебряной Не светлой Да вот выберем Как фотограф Такой чуть потемней Красивые люди Я вам раскрою Сейчас самый Очень интересный Секрет Это как правило Вот это все То есть Это совокупность Красота В глазах Смотрящего И это совокупность Всех вот этих Нюансов Что там С одеждой Какая там Эмоция В момент Когда сделали кадр В целом настроение Всего этого И ваши И съемки И так далее Подача То есть Ракурс Как вы показываете С какой точки Что вы там показываете Место Где вы фотографируетесь Действия Которые делает Тот Кого вы снимаете Вот когда это все Вместе складывается То человек Не может быть Некрасивым То есть Каким бы он Не был Природой В смысле Как бы он Не был скроен Какие бы у него Не были данные Я снимаю детей Я снимаю Стариков Я снимаю Просто людей Просто вот Ко мне может прийти Какой-нибудь Программист Клерк Там Не знаю Создатель компьютерных Игр Создатель мебели Там Вот Неважно То есть Ко мне приходят Вот такие люди Это люди Они очень разные Я их всегда Красиво снимаю Потому что Дело не в том Какие они То есть У меня много Достаточно Заказных съемок Да Нигде Какие специальные Модели Там ищу Ради съемки А где человек Это Вот Это очень важная История Можно еще Использовать Не компьютерную Ретушь Да Это вот Всякие Фильтры Пленки Стиль съемки Освещение Мягкое Длинная выдержка Другие способы Сделать красиво Без вот такой Жесткой компьютерной Обработки Очень важна Фактура Картинки Можно привлекать Делать картинки В стиле Пленочных В стиле Старых Винтажных Еще что-то Мягких Таких Вот как мы Сегодня Посмотрели Такие Нейтральные цвета Мягкая картинка Доверие Знаете Самое главное Наверное Подытоживая Сегодняшний стрим Что зритель Доверял Нам Вот Доверял Этой картинке Что действительно Была такая Девушка у моря Была такая Ситуация Было такое счастье Что она действительно Счастлива Что там действительно Прохладный Свежий воздух Понимаете О чем я говорю То есть ощущение Присутствия С ощущения реальности Что это не какой-то Обман нарисованный Компьютерной графикой Что это не фильм Марвел Что это не нейросетка А что это Это реально Настоящий живой человек С эмоциями Мы видим настоящие эмоции Настоящего живого человека Личность Личность как совокупность Недостатков Я всегда об этом говорю То есть личность Это совокупность Недостатков И отклонений Прыщиков в том числе И каких-то нюансов И морщиночек И несовершенного света Понимаете Вот это Это круто Поэтому доверие Без обмана То есть научитесь Без обмана Честно найти Увидеть что-то красивое В том что вы снимаете Без обмана И донести Не расплескав это До зрителя Передать Тогда вот вы будете Ценны как фотограф Именно в такой истории Мне нравится Куда все движется Мне так не нравилось Это показуха И безумная ретушь И вот это все Дерево и пластик Меня бесил Я очень рад Что мы движемся В сторону Натуральной красоты Все Пока Всем спасибо Всех обнял А полное видео Смотри по ссылке В описании И подпишись Чтобы ничего не пропустить Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok